Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня пятница, 8 июля. В этот день Святая Церковь предлагает для нашего назидания отрывок Евангелия от Матфея, глава 10 стихи с 32 по 36 и глава 11 стих 1. Послушаем это евангельское зачало в прочтении иродьяка на Святотроицкой Александра Невской лавры Отца Александра. ПЕСНЯ 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 Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. «Итак, всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным. Не думайте, что Я пришел принести мир на землю. Не мир пришел Я принести, но меч, ибо Я пришел разделить человека с Отцом Его, и дочь с матерью Ее, и невестку со свекровью Ее, и враги человеку домашнее Его». И когда окончил Иисус наставление двенадцати ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Предупредив о гонениях ожидающих Его последователей, «Спаситель, побуждая к безбоязненному исповеданию истины, говорит об ожидающем воздаянии. «Итак, всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным». «Исповедовать» означает признавать Спасителя Мессией, а Его учение божественным. И такое признание должно выражаться не только верой в душе, но также словами и делами. Ефимий Зигабен поясняет, «Исповеданием побуждает их к свидетельству о себе. Поэтому говорит, если кто засвидетельствует пред людьми о Моем Божестве, засвидетельствую и Я пред Отцом Своим о вере того, то есть всякого, кто объявит Меня Богом, Я объявлю верующим. Но кто отвергнет Меня, того отвергну и Я». Все иудеи времен Иисуса Христа ждали Дня Господня, то есть пришествия Мессии. Они верили, что помимо всего прочего, День Господень, когда Господь непосредственно вмешается в ход истории, будет характеризоваться разделением семей. Раввины говорили, в период, когда придет сын Давидов, дочь восстанет против своей матери, невестка – против свекрови. С точки зрения иудеев, христиане были еретиками и сектантами. Иудеи сильно злословили и клеветали на христиан, а мнение языческого народа и государственной власти Римской империи по большому счету формировали именно иудеи. Как пишет во II веке Иустин Философ, часто именно благодаря этой иудейской пропаганде христиан гнали заодно это имя. Иудеев не устраивала вера христиан в Иисуса как в Мессию, а потому они старались очернить христиан, формируя мнение о них как о нарушителях устоев. Преследования в Римской империи в большей мере носили политический характер, поскольку почитания языческих божеств и самого императора служили знаком лояльности по отношению к Риму. Но христиане не желали поклоняться римскому императору как божеству, что вызывало разделение, а следовательно и гонение. Борис Ильич Гладков пишет, что Христос принес на землю истину, а истина, как и свет, разделяет людей. Одни идут к свету, а другие предпочитают оставаться во тьме. Поэтому слово «меч» нельзя понимать в буквальном смысле. Как силой меча можно разделить самых близких людей, так и разногласия во мнениях людей разобщает, даже ссорит их и доводит до ожесточения. И такое-то разногласие во многих семьях произошло из-за проповеди апостолов о воскресшем Христе. Спаситель предвидел вражду, которая возникнет у закоренелых язычников по отношению к людям, принявшим проповедь апостолов. И, конечно, знал, что ненависть последних к новому учению будет так велика, что перед ней не устоят самые крепкие узы родства, зная, что брат-язычник выдаст гонителям брата-христианина, отец-сына, а дети-язычники будут даже убивать своих родителей, Христос сказал, «Не думайте, что я пришел принести мир на землю, не мир пришел я принести, но меч, ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее». Блаженный Феофилакт замечает, «меч означает слово веры, которое отсекает нас от настроения домашних и родственников, если они мешают нам в деле благочестия». Господь не говорит здесь, что должно удаляться или отделяться от них без особой причины. Удаляться должно только в том случае, если они препятствуют нам в вере. «Враги человеку, домашние его», добавляет Господь. Эти слова были сказаны пророком Михеем, когда иудеи враждовали между собой. У них также были пророки и лже-пророки, а следовательно, существовали и разногласия в народе, в результате которых мнения людей разделялись. Одни верили тем, другие иным. Поэтому пророк, увещевая, говорил, «От лежащий на лоне твоем, стереги двери уст твоих, ибо сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей. Враги человеку, домашние его». Христос же сказал эти слова для того, чтобы предупредить о том, что все домашние, препятствующие вере, станут для уверовавших врагами. И эти слова были сказаны Господом для укрепления его последователей, дабы мы возлюбили его чистым сердцем больше и прежде всего. Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, повествуют о том, что Господь призывает нас следовать за ним путем самоотвержения. И только следуя этим путем, мы становимся наследниками славы Царствия Божия. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Благослови, Душа моя, Господь!